Друзья, всем привет, я Олег Легун, и вы знаете, ко мне поступает много просьбы от людей научить их работать в фотошопе, освоить ретушь, ну вы поняли, поэтому я решил создать бесплатный обучающий курс по Adobe Photoshop с нуля до реальных результатов. Что ж, не будем терять драгоценного времени, поехали! Это урок номер один, и сегодня мы из него узнаем, какую же версию фотошоп нам установить, какой же язык программы выбрать, как понять, что и где находится в запутанном интерфейсе, как открыть, изменить, ну и сохранить изображение в нужном нам формате. Все это и многое другое прямо сейчас, не переключайтесь. Итак, сначала разберемся с версиями. На данный момент их существует несколько, некоторым из них люди активны и не очень пользуются. Я выделил три версии. CS4, CS5 и CS6. На самом деле есть еще CS5 и 5, но условно ее отнесем к CS5, так как за год разработчики внедрили туда лишь подписку и взаимодействие с удаленными приложениями. CS4 была выпущена в 2008 году, ну и как мы все понимаем, в 2013 ей исполняется все 5 лет, поэтому смысла ее обсуждать, я думаю, особого нет. А вот с этими двумя все не так просто, но стоит только посмотреть на таблицу, которая для вас составила, как все сразу встанет на свои места. CS6 и CS5, что же выбрать, давайте разбираться. Голоса за CS6. Стильный темный интерфейс, а темный цвет снимает яркостную нагрузку на глаза. Далее, абсолютно новый RAW-конвертер Camera Raw 7, теперь с полностью схожим движком от Lightroom 4. Значительно увеличена скорость обработки изображений, благодаря улучшенному использованию графического чипа GPU. Также, подобие бридж теперь стал 64-битным, что значительно увеличило быстродействие. Полностью новый инструмент обрезки, способный сохранить обрезанные пиксели, теперь при обрезании изображения можно будет в будущем вернуться к исходному размеру. Фоновое сохранение, а также восстановление после вылета программы, поверьте, вот этот пункт действительно очень важен. На моем опыте было несколько таких ситуаций. Если бы не автосейв, я бы потерял часы, а то и дни работы. Скорость работы фильтра Liquify увеличена в 100 раз, но правда это в лучшем случае. В худшем в 10, но это неплохо. Добавлены новые фильтры размытия, такие как глубина резкости, градиентные и tilt-shift размытия. Среди прочего, улучшенный инструмент заплатки и заливки с учетом содержимого. И многое другое. Также в этой версии исправлены куча ошибок. И как нас уверяют разработчики, на эту версию было потрачено более 10 тысяч человек и часов высококлассных индийских программистов. Я думаю, что это тоже можно записать в эту колонку. Аргументы против смотрятся смешно. Боязнь нового. Отказ от привычки использовать CS5. Ну и самое существенное, это несовместимость с некоторыми плагинами. Повторюсь, что с некоторыми. На самом-то деле, это всего лишь вопрос времени. Все нужные мне плагины работают, а что-то большее, я думаю, не нужно. Теперь уже не возникает вопросов, какую версию выбрать. А вот с языком пока еще не все понятно. Русский или английский? Вот в чем вопрос. Мой ответ однозначный. Только английский. Почему? Рассказываю. Все дело в том, что если вы собрались серьезно изучать фотошоп, а не ограничьтесь одним этим уроком, то вам обязательно, ну просто обязательно придется смотреть видеоуроки. А все профессионалы в сфере обработки, съемки используют английский фотошоп. Хотя в России и странах СНГ сейчас происходят небольшие сподвижки в сторону использования русского фотошопа, но я все-таки настоятельно рекомендую использовать английскую версию. К тому же, с английского языка перейти на русский проще, чем наоборот. Если у вас уже есть фотошоп, но он на русском, то переключить его на английский не составляет вообще никаких проблем. Инструкцию я дам в конце видео. С главными вопросами разобрались. Впредь будем использовать фотошоп CS6 на английском языке. Ну вот и все, пора запускать редактор. Мы открыли фотошоп и что же мы видим? Достаточно запутанный интерфейс, насыщенный различными инструментами. Это на самом деле еще пока немного. Но обо всем по порядку. Сначала рассмотрим верхнее меню, меню файл. Здесь мы можем создать изображение, открыть изображение, сохранить изображение. Открыть изображение можно несколькими путями. Можно открыть его в Adobe Bridge, можно просто открыть его здесь. Можно воспользоваться командой Command-O на Mac или Ctrl-O на Windows. Также можно просто два раза кликнуть на фоне и открыть одну из моих фотографий. Пройдемся дальше. Меню Edit. Edit нам позволяет шагнуть назад, шагнуть вперед, копировать, вырезать, вставить изображение, залить чем-то картинку. Далее мы можем трансформировать ее, растянуть ее, отобразить ее и так далее. Меню Image. Image нам позволяет перевести наше изображение в другое цветовое пространство. Позволяет применить какие-то корректировки к изображению. Позволяет изменить размер изображения и размер самого холста, а также повернуть его и обрезать. Далее, меню Layer. В меню Layer мы можем создавать наши слои, работать с ними, как-то их изменять. Меню Type позволяет нам работать с текстом. Меню Select. Select позволяет нам работать с нашими выделениями. Меню Filter, который достаточно часто используется в повседневной жизни, позволяет нам проводить пластические операции над нашими изображениями. Добавлять блера, то есть размытие, добавлять резкости, то есть шарпить изображения. А также использовать все любимые наши плагины. Меню 3D мы трогать вообще не будем. Итак, меню View. Здесь мы можем увеличивать масштаб, уменьшать его, переключать режим в полный экранный, как я делаю прямо сейчас. Чтобы из него выйти, нужно нажать на клавишу F, английскую. Далее, меню Window позволяет нам работать с нашим рабочим пространством, вывести именно те окон, которые нам нужны. Это очень удобно. И меню Help для справок. Ну и теперь, друзья, разберемся с панелью инструментов. Их много, но обо всем по порядку. Первый инструмент это Move Tool. Что он нам позволяет делать? Он нам позволяет перетаскивать наши слои на изображение. Далее идет выделение. Выделение, допустим, прямоугольное. Мы можем его спокойно перетащить. Вот этим инструментом. Понятно. Далее идет лассо. Лассо тоже может выделять. Мы обрисуем наш объект. Можно чуть более аккуратно. И вот оно, наше выделение. Мы уже можем с ним делать, что захотим. Далее есть полигональное лассо. Полигональное лассо позволяет нам выделять по прямым линиям. Мы сами задаем точки. И вот так аккуратно все обходим. Ну и потом мы должны будем закрыть наше выделение. Вот так. Окей. Далее есть магнитное лассо. Оно уже само находит точки соприкосновения. Как мы видим, я никуда не нажимаю, просто веду. Оно само находит эти точки. Немножко неверно, но ничего страшного. Как может, так может. Потом мы ей поможем в этом. Окей. Далее. Quick Selection Tool. Он позволяет нам просто выделять. Это банальное выделение области. Самый стандартный инструмент в Photoshop. Далее есть Magic Wand Tool. Позволяет нам выделять уже с различной терпимостью, скажем так. Вот сейчас она равна просто 30 пунктам. Можем ее сделать равным 80 пунктам. Она уже будет больше выделять. Далее. Это инструмент Crop Tool. Он позволяет нам обрезать наше изображение. Далее идет Perspective Crop Tool. Что он нам позволяет делать? Он нам позволяет выровнять наше изображение. Если мы чувствуем, что перспектива нарушена, например, здание стоит неровно, или что-нибудь еще, то мы можем изменить нашу перспективу. Например, вот так вот. Ну, это, конечно, здесь уже излишне. Окей. Поехали дальше. Инструмент Eye Dropper Tool. Он нам позволяет выбрать цвет на нашей фотографии, с которым мы потом будем работать. Вот наши два цвета сейчас, черный и белый. Соответственно, здесь мы можем их поменять. Здесь мы можем их обнулить. Если я выберу, например, сейчас цвет кожи вместо черного. И, допустим, ну, допустим, вот коричневый цвет вместо белого. Вот. Чтобы потом их обнулить, мы либо нажимаем клавишу D на клавиатуре, и либо нажимаем сюда. Чтобы их поменять, мы нажимаем X на клавиатуре, или нажимаем сюда. Все очень просто. Этот цвет главный, этот цвет дополнительный. Далее. Spot Healing Brush Tool. Что нам позволяет делать? Он позволяет нам избавляться, допустим, от прыщей, или от каких-то других ненужных объектов в кадре. Просто закрашиваю, и он сам подбирает, чем его заменить. Далее. Healing Brush Tool. Ну, это, в принципе, то же самое, просто мы уже задаем точку, откуда мы будем брать материал. Вот как-то так. Далее. Есть Patch Tool. Он нам позволяет выделить нашу область ненужную. Перенести ее и наложить на эту область что-то другое. Вот так вот. Далее. Brush Tool. Ну, это просто банальная кисть. Позволяет нам просто рисовать. Pencil Tool. Это карандаш. Имитация карандаша. Есть штамп, который нам позволяет брать от кут до область и тупо ее туда копировать. Туда, куда мы наведем. Есть архивная кисть. Ну, о ней поговорим чуть позже. Есть ластик, который позволяет нам просто стирать любую область и выходить на подложку. Далее. Есть градиентная заливка. Позволяет нам делать вот такие интересные заливки, с которыми мы потом будем работать. Далее. Далее есть Blur, Sharpen Tool, Smudge Tool. Ну, соответственно, эти инструменты как бы для локального размытия, далее для локального поднятия резкости. Где-то нам нужно в кадре поднять резкость. Либо для локального вот такого вот замыливания, скажем так. Далее. Есть известные инструменты Dodge Tool и Burn Tool. Ну, это локальное осветление и затемнение. Допустим, нужно какой-то объект высветлить с какой-то стороны. Да? Вот. А что-то нам нужно и затемнить. Он работает как-то так. Pen Tool. Он нам позволяет рисовать векторные кривые. Такие нам нужны. Далее инструмент Text. позволяет писать текст и с ним уже дальше работать. Вот как-то так. Вот такой мы интересный сделаем текст. И далее. У нас есть Path Selection Tool. Позволяет нам переносить наши векторные фигурки. Дальше есть у нас инструмент, позволяющий нам рисовать фигуры. Например, полигон какой-то сделать. и закрасить потом его каким-либо цветом. Hand Tool позволяет нам двигать наше изображение, крутить его. Ну и инструмент масштабирования. Соответственно, здесь есть еще режим быстрой маски, о котором мы поговорим, когда будем работать со слоями и с масками. Ну и также инструмент, который позволяет нам перейти в полный экран. То же самое можем сделать кнопкой F. Теперь разберемся со слоями. У нас всего сейчас один слой, как мы можем видеть. Если я захочу сделать картинку чуть теплее, я пойду вот именно сюда. Здесь у нас различные корректировочные слои. Я нажимаю кривые, допустим, делаю ее чуть-чуть более теплой, особенно в тенях. Она приобретает совершенно другой уже вид. И, как вы видите, уже есть два слоя. Верхний слой мы его видим вон сверху. Мы его можем отключать. И видите, что было до-после. Если мы отключим нижний, получим густой слой. Окей. Как вы видите, здесь куча окон, но все эти окна мы можем двигать. Вот нажимаем, допустим, вот здесь. Мы можем передвигать местами, открывать-закрывать, соответственно, переключаться между вкладками. Я могу, допустим, вот инструменты с текстом, где я выставляю шрифты и все такое, могу передвинуть это и вставить, допустим, вот сюда. Как видите, добавилось еще два оконка. Ну и теперь давайте наконец-то сохраним наше изображение. В зависимости от того, куда вы хотите его выкладывать, на свой жесткий диск или в сеть интернет, есть два типа сохранения. Это Save Web, если в интернет, и Save As, если на жесткий диск. Нажимаете Save As, выбираете формат JPEG или Photoshop, если вы хотите потом далее открывать это изображение и его как-то еще дорабатывать. Если финально, то JPEG. Выберите JPEG, нажимаете фото, ну, можно тут переименовать, нажать фото 1, Save, и здесь качество, ну, обычно выбирают качество 10. Здесь, в принципе, это уже достаточно. Можно выбрать, конечно, 12. Если вы хотите сохранить его для сети интернет, то нажимаем Save Web, и здесь выбираем формат, обычный touchpack, если вам нужна прозрачность в ваших изображениях, это PNV формат, и, соответственно, выставляем для интернета обычно 1000 пикселей по длинной стороне, и качество обычно выставляется Very High, это 80. Вот, нажимаете Save, в общем-то, и выбираете, куда ходить, нажимаете Save. Ну, вот, в принципе, все, что я хотел донести до вас в этом коротком вводном уроке, но на самом деле есть еще кое-что, и это касается только тех, кто действительно хочет научиться профессионально обрабатывать фотографии, обязательно вступайте в мою рассылку бонусных материалов к урокам. Ссылку вы сейчас видите перед собой, также я продублировал ее и в описании под этим видео. И первый бонус для всех вписавшихся, кроме самой инструкции, как переключить язык фотошопа на английский, будет урок по подготовке фотографий к публикации на различных сайтах, в соцсетях и так далее. То есть, именно там, где очень важно, чтобы фотографии были действительно четкими и звенящие резкими. В уроке мы разберем алгоритм добавления резкости, после которого все ваши фотографии действительно притянут к себе взгляды зрителей. Также всем подписчикам я буду присылать именно и приглашения на свои мастер-классы по съемке и обработке, бесплатные вебинары, открытые уроки и так далее. И всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, также оставляем свои вопросы и пожелания в комментариях под этим видео. Для всех активных подписчиков в будущем планируются конкурсы с ценными призами. Ну вот и все. Всем спасибо, всем пока.